Когда у нас есть гипотеза проблемы тазобедренного сустава, нам необходимо провести дополнительную оценку этого сустава, чтобы найти знаки боли при сгибании в частности. Как это проводится? Колено согнуто 90 градусов, правую руку располагаю под голень и захватываю за коленный сустав. В этой позиции я пассивно двигаю бедро в сгибание на 12 часов до конца амплитуды и спрашиваю, возникает ли болезненность. Далее мне необходимо оценить внутреннюю суставную губу и собственно часть тазобедренного сустава. Ориентируйтесь на то, что колено будет у вас двигаться сначала к грудине, затем к плечу, затем к локтевому суставу и к противоположному бедру. Так вы оцениваете сгибание и приведение бедра. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы у вас не возникала ротация. Вы оцениваете только сгибание и приведение. Соответственно, сгибаю и привожу колено к грудине, спрашиваю о симптомах, затем к плечу, возвращаюсь, затем к локтевому суставу, возвращаюсь и затем четко в приведение к противоположному бедру. И возвращаюсь. После оценки мы получаем знаки боли, если они есть и записываем их в нашу карту тела. После этого вы можете оценить ротацию в положении сгибания 90 градусов. Каким образом? захватываю колено и область пятки и в этой позиции осуществляю наружную ротацию бедра и то же самое, спрашиваю о наличии симптомов. Возвращаюсь в исходную позицию, фиксируя своим грудным отделом колено, левую руку располагаю на противоположную часть бедра, в частности на гребень и поворачиваю пятку во внутреннюю ротацию и тоже спрашиваю о наличии симптомов. Таким образом мы оценили сгибание, сгибание и приведение в нескольких зонах и наружную внутреннюю ротацию при сгибании 90 градусов.